Сальвадор Дали – мастер эпатажа. От этой черты он не отказывается, иллюстрируя даже Библию. Центр экспозиции – сама книга. Это оригинал. Один из пяти томов. Он весит 15 килограммов. Вся серия священных книг состоит из девяти сотен страниц и содержит 105 графических работ кисти Дали. В ковров их привезли из Москвы. В этом проекте Дали в стиле сюрреализма показал самые известные библейские сцены из Ветхого и Нового Заветов. Меня удивило то, что он такой вроде бы непостоянный в своих работах и яркий, неоднозначный. Он очень постоянен в своей личной жизни, женившись один раз и на всю жизнь, и прожил только с одним человеком, тоже, наверное, удивительной, уникальной женщиной – Галой. Образ человека в целом Дали показывает с помощью своих стоп. А стремясь к максимальной насыщенности цветов, используют только натуральные материалы. Причем довольно оригинальные. Мог раздавить моллюска прямо на бумаге. Поэтому вход на выставку имеет возрастное ограничение – 12+. Например, вот на работе, которая за моей спиной, там раздавленная улитка. Кровь раздавленной улитки. Сальвадор Дали считал, что эта кровь, именно этого моллюска, она остается яркой долгие годы. Красный цвет проходит яркой линией сквозь всю серию литографий. И совсем не случайно. Для Сальвадора это цвет жизни. Дали работал в смешанной технике, используя акварель, гуашь, тушь, пастель и карандаш. Есть и перевертыши, о которых знают все ценители искусства. Вот здесь мы видим колесницу, которая возносится на небо. А если мы перевернем чуть-чуть ракурс, мы увидим, что колесница спокойно едет по земле. То есть вчера, сегодня, завтра. Вот так тянется наша жизнь. Кстати, само имя «Сальвадор» означает «спаситель». Выбирая для исполнения заказа художника, коллекционер Джузеппе Альбаретто с кандидатурой определился сразу. И не ошибся. Для Дали этот графический проект не был необычным. Библейские мотивы в его произведениях норма. Новая версия священной книги вышла с благословения Папы Римского в 1967 году в Италии. На аукционах Библию оценивают в 5,5 миллионов рублей. Эта выставка состоит исключительно из подлинных работ мастера. У нас представлены сертификаты на эту выставку, которая подтверждена и Министерством культуры, и также отдельными экспертами. Поэтому я думаю, что когда-нибудь люди все-таки смогут поверить нам. Свобода формы, содержание и цвета. Образы Дали настолько масштабны, что смотреть на его литографию важно с двух позиций. Очень близко и очень далеко. И в каждой зритель считывает один и тот же мотив. В этом проекте Сальвадор Дали поставил себя на место Бога и Спасителя. Наталья Зубнина и Олег Маньков. Губерния, 33.